письмо с подпиской да сюда очень много народу сразу и валплейт при прилетел и лич simba power simba simba power один из тоже древних пользователей ггшных если правильно помню до аватар помню прекрасно simba power обладатель gg плюс до 29 лет влад из челябы стримит кстати сейчас ход эмо там правда конечно fps дичайший но вы можете можете зайти к нему и поставить пеку ладно мы в игру тогда прыгаем godfather и судя по флагу из болгарии крестного отца я этого не знаю но опять же если человек дошел до 4 тура даже если в первом free slot это значит что он уже играет не хуже чем чемпион германии а может даже лучше у меня было письмо как активировать подписку а там в письме просто есть ссылка ты на нее тыкаешь и логинишься и сразу активируется подписка вот и да спасибо большое доктору за обновление приложения вижу там товарищи заходят пользуются понятное дело что сейчас в учитывая размер апдейта могут быть какие-то недочеты но самое главное что процесс продолжается сокол уже сверкала и прогорел или все впереди сокол сомневался ну то что я помню сокол сомневался принимать участие в этом турнире или нет учитывая опыт предыдущих вот я естественно всеми силами против его участия но так по на самом деле зря надо было его поддерживать хотя без толку все равно расстройства вот короче он не играет сегодня он не играет сегодня соколик но надеюсь что придет и порадует нас прохладными историями с вашего позволения я буду больше симпатизировать симба пауру во первых потому что он соотечественник во вторых потому что пользователь ну мы его знаем он стримит на гг он на сайте судя по одежнику лет десять просто такой старичок пришел там в 20 лет ему уже по тридцатник сейчас но варик поигрывает судя по всему их не поддержал друга можно сказать что наоборот я не хочу чтобы он страдал то есть с одной стороны можно говорить да ты тебя все получится вперед соколик но когда у тебя семья работа и еще вечером паб джи то какой варкрафт вообще какой варкрафт а коли то добили правильно сделали потому что рискованно прибегает дк добивает койлом вызывает первых скелетов но вот тут на книжке рабочий бедный как он их заблочил не совсем хорошо заблочил я думаю что они вообще выйти не могут такой ситуации не хель на хелена хелена скорее всего миша долги тебя тебя тоже такого же сложно было никнейм сразу прочитать и ты и соколик должны играть в джр фун вам же нужны призовые но мы же хотим результатом нам же хочется это самое кого-то выиграть это приходишь и отлетаешь первом туре то приятного мало так экспанды как видите нет но на ancient tiles с экспом сложновато ну во-первых там нейтралы довольно сильные во вторых карта маленькая то есть как правило к тому моменту когда начинается скриппинг уже давным противники есть рядышком поэтому об не до контролевать симба пару убиваю теряет одного ополченца там подтягивается финт ну понятно что симба был занят просто попыткой попыткой окружить финда на одном гноле он теряет двух рабочих но грамотно добивает магической вышкой обреченного рабочего кажется симба говорил что в свое время закончился грезно играть в вар примерно тысяч пятом шестом годах примерно как и ты я вот если честно не помню может у нее другой ник тогда был но я не помню его к сожалению вот но и вполне вероятно что мне память хреново нелепо нелепо блин нелепо как твой ник вообще прочитать хелена ну лен ну чего ты что-то придумываешь так окей здесь идет харас я слышал что два футмена минус уже третий пал с другой стороны околита не очень такие живые местами я вижу что добывает всего двое третий стоит просто кукует почему-то непонятно почему но дк только на футменах и ну и на элементарях получил второй уровень и ауру лен мужского рода ну мы не знаем фарон x привет нелепо нелепо на читалось просто ну ладно павел дуринов пишет всем всех приветствую хороший вечер хорошего вечера обычно турнир чиз он такой он динамичный без задержек потому что не надо ничего черкать не надо ну нет вариаций типа кто-то играет 20 кто-то играет 21 и происходит дырки в сетке но большие такие чем обычно учитывая то что везде был один из одна и та же карта по размеру он проходит довольно бодренько ну конечно здесь рандома больше значительно чем в стандартном турнире потому что ну потому что играют мало да и финале был один тоже это это шанс на ну на какую-то там на риск оправданный на какую-то халяву вот короче будет ленгой теперь ну вот вот получилось как-то нелепо кольцо защиты архмагу не очень нужно надо передавать им к архмаг стоит далеко стреляет по нему если прилетает то значительная часть магического урона которое кольцо не блочит соответственно а вот мк до мк лезет вперед мк получает даже случайных выстрелов больше рср ну я поиграл фуфа не так давно посмотрели на турнире я после этого и даже на следующий день был в такой флешбеке меня посещали что это сделал не так это сделал не так и этот кривой это косо начал себя есть но потом быстренько все забыл и все продолжил жить и работать без этого груза будет ли на гг возможность поменять никнейм у тебя отличный никнейм сергей м 1985 мы по крайней мере знаем что тебе 35 хэдаку за район знаю это вы твою поддержку поел и как-то все забылось да 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 поел поспал и все ну я же говорю даже на следующий день я вспоминал периодически то как надо было стартовать на некоторых картах так ну сейчас не необоснованный на мой взгляд пуш вот лезть на андейдовскую базу в такой ситуации даже с учетом того что тебя преимущество это очень странно тоже ничего не осталось два героя рифл и футмен при том что ты играешь в рифлокастеров ну чего зачем тебе зачем вот он пришел почему нычку не поставить пока есть преимущество в результате подрезал одного финда это из-за того что ошибся андет что он там его не подконтролил и поздно кинул койлс как следствие поэтому может новую графику включим не они не на старый на старый хорошо может быть на пятницу включим новую графику тем более нас если я включу новую графику то будут подлаги ну надо переносить на вторую камеру на второй компьютер а тогда не будет работать бустер лучше я думаю с инвентарем но со старой график вот зато зацените чатик слева какой стал в два раза больше у нас с подложечкой что пятницу пятницу третий турнир играем дома который федерации компьютерного спорта россии проводит на нашей площадке замечательной площадке между прочим вот и там призовую 20 к плюс конечно ограничение для игроков только из россии но на этих турнирах тоже собирается большое количество игроков вот к тому моменту можно там перенастроить попробовать что-то еще императорного выбрали не нет императора так просто не выберешь то есть место вакантно императором должен быть человек который затащит международный турнир на мой взгляд то есть вот будем ждать это ж не просто так лучше площадка между прочим но турнирный пожалуй что да пожалуй что да есть еще парочка анонсов новых турниров которые которые еще не добрались до релиза но скоро будут так что турнира будет больше не забывайте что у нас все еще много бюджета на на поддержку организаторов там от силы 1040 потратили на призовые фонды за эти полторы недели так что а еще что там 600 поэтому ну там 500 560 соответственно поэтому обратите внимание если вы турнир морг хотите запилить волкам мы поддержим в этом время лимит сравнялись третий герой рейнджер к арба улича ну вот сейчас после не очень удачного начала для годфадера ситуация может и поменяться потому что экспанда нет в результате мы играем т2 против т3 сейчас просветка будет а ферму не есть ну наставила специально ополченцев чтобы давить хитер из хороших новостей о этом архмак без дирижабле бежать что ты делаешь нет передай потому что ты ну какой-то аркадий е-мое да вот так вот кольцо кстати не передал от новым может архмак отлететь но здесь дк должен ловить молоток и улетать что а крест извините я был неправ я не заметил в инвентаре крест плеча можно убить а у него есть и ну а вот архмак рискует разваливается тем временем вся армия альянса рифлей ну теряется конечно там еще один-два финда но в результате у андеда даже все получше по лимиту ох вот это приятный дестор дестор прям на которого были потрачены деньги которые уже пять лимита который жирный минус тп понял все-таки телепорт на телепорте уходит и финда 1 заберет лжи замахнуть сделать чтобы они попал смотрите он сейчас просветка я думаю что паук успеет закопаться пока летит молоток бывает 2 добивает скелета но опять же все еще не решено потому что посмотрите андетовский герой 432 почти ну тут почти 43 с половиной 2 а тут как бы не 4 4 то есть нет преимущества хорошего по прокачке у альянса и нет экономического преимущества на карте еще остались нейтралы и вот очень странно что симба пошел не пошел в левый нижний угол я не помню какой был крепрут то есть знает он что закреплены или нет то есть что в правом верхнем углу ничего нет кажется он там сам крепился если знает он должен был сразу отсюда бежать вниз тем не менее у готфавера например нет нет телепорта и можно протоковать базу но опять же рефлокастер так медленно штурмует штурмует здание можно увидеть можно сбегать до магаза можно купить телепорт в результате ты потеряешь там ну от силы одно здание это самое дохлое реликварий покупает телепорт и чего мы почему симба отступил это очень странно персональный телепорт не было с пользой сейчас его самого на телепорт разведут и при том что он был у андеда на базе до на финда можно поджать да можно поджать где молоток симба симба ну фуловый мк а сала на нем не было чего молоток-то не кинул естественно финда бы он убил если бы кинул молоток мастер-кардрус да 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 только на этой только на этой карте это особенность турнира карта определяется за час до старта турнира и кстати я увидел что лт есть списке ческапа теперь да вот сим дважды ошибся так неприятно по криппингу вроде как андеджи ушел после этого сражения то есть у симба power было ну по крайней мере возможность быстрее добежать до какой-то точки ну или также учитывая дистанцию даже нет быстрее все-таки даже с учетом ауры при этом он подтупил побежал закрепил там зелененькую небольшую а по сути тут две жирные точки все еще есть незакрепленный лагерь наемников ну а после этого пришел к андеду на базу и а потом ушел оттуда без видимых на то причин блин т2 и он лезть будет да зачем 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 лезть на андедовскую базу дело последнее но он там а бома уже первым алтарь под ударом выходит из лимита андед минус 40 минус прист 1 2 минус 1 фильм но там рифлы падают тоже нужны просветки здесь чтобы финдов ушатать он не видел видимо что два финда закопалась если бы знал то конечно же бы мк уже страдает очень сильно передают ему инвал вот отсюда на типа убегать уже до 2 финда выкапываются а что делать после того как отпустят инвал то это минус мк ох ошибка от андеда делает кола в дестройера хотя он добивал в общем-то маутенкинга ну одним калом не добивал но добивал там зал плюс койл тони крендом говорит бобра бобра бобру спасибо за стримы в карантин своими стримами с ума сходить веселее да мы уже тут 12 лет сходим с ума все нормально вот лт добавили огнул вот а две реки спрашивает пальто спасибо тебе пальто за соточку жалко 8 бы реально было было преимущество сейчас он вынужден убегать у него т2 вот в тот момент как по сражался удачно было закреплять экспандом андеды очень любят играть затяжные один в один гудвин говорит я учился в питере на московском проспекте 9 тренил одногруппников warcraft 3 неподалеку в 2005 году на студенческий турнир почему-то никто из пацанов не стал киберспортсменом одни бизнесмены тренинг одногруппников warcraft 3 неподалеку на студенческий турик знаю эти студенческие турниры в питере блин я парочку взял там только только один боль но был игрок типа который все остальные не учились все а потом меня на третий турнир просто не пустили причем я студентам не студенческий билет и так обидно было там какой-то организатор стрёмный вот я до сих пор это запомнил просто взяли не пустили поэтому выиграл чит наушники какие-то еще что-то так что ты конечно хорошо готовил людей молодец рейнджики передать агилу бы переучился на blizzard но армия посредственная просто что-то знал а может он за деньги тренировал просто нет хотя какие деньги со студентов нам почему не упустили как аргументировали ну потому что ничего не аргументировали потому что по правилам правила как таких как таковых не было это были такие все уже выигрывали повыигрывали и хватит дайте другим называется черт молоток blizzard рифлы бегут за дистром ё-моё да и а бомб который всех травит на развороте только дк убивать единственный шанс отстреливает отстреливает дистра минус конь пошел молоток он там инвул есть сейчас новая минус 3 флэйт агг а начинал очень хорошо симбыч но хорошо до 5 мк но там 443 извините инвулу деки если что есть ой был баш я уж подумал и разваливается райфл райфл приезд райфл сейчас отпустит деку можно убить деку и он успевает даркрита улома бомбы сражать красиво конечно год фадор играет я вот особо не не знаю игроков сейчас болгарских сильных понятное дело что там insomnia dd8 свое время были топовыми игроками не только болгарии но и европы это понятно но сейчас сейчас может быть кстати год фазер один из лучших там черт его знает куда он кайл кинул а я даже не заметил тут уже неважно хавалайн куда он там кайлы кидает уже все можно поработать до пятого уровня просто раз-два чуть-чуть одного человека там убить какого нибудь и все не сдается симба power well played ливнул но манер гг пишет симбыч и вот минус 100 там говорят у нас там клуб был недалеко на московском 19 до туда так ты хочешь сказать что мы знакомы с тобой гудвин неподалеку студенческий турик почему-то никто из не станучи перспасмены в первый раз просто написал